Всем привет! Сегодня приготовим лепешки на сковородке с добавлением тыквы. Такие лепешки готовятся быстро и просто. Получаются мягкими и пушистыми. Для начала тыкву нарежьте и выложите в посуду, которую можно ставить в микроволновку, чтобы запечь. Тыкву можно запечь и в духовке, но в микроволновке будет быстрее. Накройте сверху пищевой пленкой и сделайте проколы в нескольких местах. Тыкву готовим в микроволновке 10-12 минут. За это время тыква пропечется. Пока тыква запекается, просейте отдельно в миску муку и добавьте в муку пищевую соду и соль. Все размешайте, соединяя все сухие продукты. Готовую, но еще горячую тыкву разомните вилкой. Так будет заметно маленькие кусочки тыквы в лепешке. По желанию тыкву можно измельчить в блендере, так она будет менее заметна в тесте. И лепешки будут более насыщенного желтого цвета. Размятую тыкву переложите в более большую посуду, где удобно будет замешивать тесто. Налейте в тыкву 200 грамм кефира. Кефир можно заменить любым кисломолочным продуктом, будь то йогурт или простокваша. Или приготовить с водой, добавив щепотку лимонной кислоты, что заменит кисломолочные продукты. Тоже получится и пышно и вкусно. Все размешайте и добавьте 2 яйца. Налейте 1 столовую ложку растительного масла. И постепенно добавляя частями муку, замешивайте мягкое тесто. Мука у всех разная, ориентируйтесь сами на количество муки. Примерное количество муки написала в рецепте. Чем мягче сделаете тесто, тем пышнее будет у вас лепешка. Замешивайте вначале ложкой, затем вымешивайте руками, собирая тесто в круглый шар. Выложите тесто на подпыленную мукой поверхность и разделите на 4 равные части. Из них получатся лепешки размером 23 в 24 сантиметра. Скатайте кусочки теста в шар и каждый шар раскатайте в лепешку. Примерно толщиной около сантиметра. Постоянно подпыляйте мукой и слегка надавливайте скалкой, так как тесто очень мягкое и нежное. Положите лепешку на нагретую сковородку и, накрыв крышкой на огне чуть меньше среднего, выпекайте с каждой стороны по 2-3 минуты. Под крышкой лепешки быстро поднимутся и увеличатся в объеме. Готовые лепешки переложите на тарелку и еще горячими смажьте сливочным маслом. Если есть излишки муки на лепешках, смахните салфеткой или кисточкой. У вас получатся очень вкусные и пышные лепешки. Приготовьте дома, это очень вкусно! На моем канале вы найдете и другие разновидности лепешек, как слоеные лепешки, так и приготовленные из зеленозерновой муки. Заходите в гости! Кому понравятся рецепты, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен. Ссылка в описании. Продолжение следует...